Немногим более месяца назад Светлана Едвиговна потеряла сына. Сергей Павлович Тишкин, один из первых оболченцев в строю с 2014 года, пал, защищая нашу Родину. Финал международного конкурса драматургов начался с минуты молчания. Светлана, одна из четырех победителей, приехала из Луганска. Признается, творчество для нее – настоящая душина. То, что обратили внимание на твою пьесу, то, что целые коллективы будут ее читать, они же труд тоже душу вкладывают, ну как, ну спасибо им. Свою карьеру Светлана начала в журналистике. В какой-то момент увлеклась поэзией, начала писать стихи. А они, в свою очередь, переросли в серьезную драматургию. Есть же разница, в старой зебне целить и зреть, или молоденью девочек обнимать. А вы искусством занимаетесь, а не распутством. Искусство должно быть красивым. На конкурс свои пьесы отправили 11 драматургов из разных уголков страны. Главное условие – все произведения должны быть исполнены в жанре водевиль. Сегодня жюри определило четырех победителей. Положение конкурса, оно публикуется на сайте гильдии драматургов России. И там не только положение конкурсов водевилей, но еще много разных очень интересных проектов. Можно посмотреть на сайте, в группе ВКонтакте гильдии драматургов России. И для себя что-то выбрать интересное. Водевиль достоин большего внимания. Гильдия драматургов России Одинцовский народный театр планирует и дальше проводить этот конкурс. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.